Особое мнение на 101FM Это история со школьником, у всех на слуху. Речь о том, что школьник якобы готовил атаку в своем учебном заведении, связанную, похожую с историями в Колумбайне, в Керчи. По крайней мере, так это прозвучало со страниц федеральных СМИ, которые эту информацию распространили, а узнали они ее из доклада. Ну, буквально выдернули фразу, возможно, об этом вообще бы и никто не узнал, и все бы было тихо и спокойно, если бы не замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров. Вот по его словам, школьник в Кировской области интересовался темой школьного насилия, а совершить массовое убийство рассчитывал с помощью холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Ну, вот так это было сказано. Вот. Сотрудники ФСБ, которые молодого человека задержали, ни оружия, ни каких-то других орудий совершения атаки не нашли. Но так рассказал нам уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. Ну, вот на ваш взгляд, эта история, это что? Это реально что-то планировавшееся, или это все-таки пузырь, который вот был раздут громкими какими-то фразами? На мой взгляд, есть слова, есть очень плохие слова, а есть какие-то дела. То, что вот этот юноша говорил плохие вещи, такие жестокие, ну, наверное, да, действительно это было. Писал он ВКонтакте? Писал ВКонтакте. Не все значит у него ладно. Там надо выяснять ситуацию, что там у него происходит. Но, конечно, каких-то конкретных подготовительных действий именно к осуществлению теракта, насколько я понял, он не осуществлял. То есть можно говорить все, что угодно, когда дети там кричат друг друга «я тебя убью» и грозят кулаком. Это же не теракт. Да, вот это немножко из этой же серии. Хотя я вспоминаю случаи, когда в 1937 году людей арестовывали по поводу того, что мужчина, например, пригласил партийному работнику, ну, именно вот такими словами, что «я тебя там убью». Но при этом, естественно, это такой словесный оборот. В действительности за этим ничего реального не стояло. Тем более, если у парня не было никаких возможностей его совершить, не было у него ни оружия, ни каким образом, ну, кроме слов, ничего не было. Но то, что вот эти сами слова прозвучали, это, конечно, тоже повод поразбираться. Но я думаю, это поразбираться надо не столько ФСБ. Пусть они занимаются какими-то более серьезными делами. Все-таки с подростками, 16-летними должны заниматься другие структуры. Их у нас достаточно много. Есть самые различные органы, прежде всего. Сами образовательные организации, их персонал, их помощники, инспектора по делам несовершеннолетних. Я думаю, что все на этом уровне можно это погасить. И не надо лишний раз и травмировать самого этого еще молодого человека. Он еще вырастет, потом все осознает, еще эту ситуацию долго будут вспоминать, как очень неприятно в своей жизни. Но и других тоже. Я вот со своими ребятами поговорил, со старшеклассниками. Некоторые тоже так вот усмехаются вроде бы. Ну, подростки есть подростки, да? То есть иногда могут позволить себе какие-то шутки, еще не понимая, что это не совсем шутки. Ну, вот накануне у нас был эфир, и как раз вы привели в пример 1937 год. А ведь сейчас есть дела по пропаганде экстремизма, да? Ну, просто репост в соцсетях, да? С какой-то информацией, которую, может быть, школьник даже и не понимает до конца подросток, делая репост. Вот эту грань-то не надо бы переступать, потому что в последнее время мы много таких нашумевших случаев видим. И со стороны, я не знаю, когда расследуются подобные дела, может быть, следователю, людям, которые занимаются этим расследованием, кажется, что все это очень серьезно. Но со стороны, когда мы это наблюдаем, мы видим, что там какие-то то ли глупости, то ли какой-то абсурд порой. Да, вот широко эти дела освещаются. Вот нам эту грань не надо переходить, нам надо все-таки больше давать возможности на местах, в самих образовательных организациях решать подобные проблемы, подобные конфликты и привлекать правоохранительные органы только по самым-самым, наверное, уже таким случаям, но которых вот, я не знаю, ну да, вот там вот в Керчи, когда вот произошел момент, или где-то там в каком-то южном городе. Вот там уже, конечно, понятно, дело дошло до стрельбы и прочего. А так надо подобные вещи решать на местах. Но при этом их скорее надо предупреждать, наверное, вот такими как раз разговорами, о котором вы говорите, да, в школах. Да, конечно, надо разговаривать, но разговаривать прежде всего не запугиванием, понимаете. Вот я, например, еду в автобусе, и каждый рейс там звучит, звучат слова, что вот будьте внимательны, чтобы предотвратить какую-то ситуацию, смотрите на оставленные вещи, чтобы... Заходим мы на вокзалы, аналогично звучат постоянно предупреждения. Кругом у нас антитеррористическая пропаганда, складывается такое впечатление, что мы живем в прифронтовой полосе. Все-таки это безопасности не добавляют. Вот ощущение безопасности от того, что это везде постоянно звучит, ее стало как-то меньше. Мне кажется, надо меньше об этом говорить. У нас достаточно много силовых структур, они достаточно хорошо финансируются, они очень разнообразны. И все-таки их работа, она должна быть, ну, такой негласной, скрытой, да, что они все-таки... В этом и профессионализм. Зачем у нас сейчас антитеррором заставляют заниматься всех, начиная с воспитателей детских садов, которые там должны закрывать крючки за дверями там или еще и так далее. И при этом ощущение безопасности все меньше и меньше. Вот это какая-то проблема. В то же самое время мы помним, много лет назад, я помню, например, у себя в родном селе, у нас практически никто двери не закрывал. То есть не было замков на дверях. Я подрабатывал школьником-почтальоном, и когда ходил, у многих просто на засовы какие-то палочки были там ставлены, вертушки такие были на калитках. Люди двери не закрывали, никто никого не боялся. И не было никаких вот этих предупреждений, и не было массы людей, которые занимались антитеррором. И террора не было. В том-то и дело, что террора не было. А сейчас все занимаются антитеррором, и только чувство тревоги постоянно присутствует, оно просто носится в воздухе. Оно привлекает и подростков, потому что раз все эти темы интересуются, она постоянно на слуху, постоянно не видят эти стенды антитеррористические, куда бы ни зашли. И у кого-то появляются мысли, у ребят, у которых не все хорошо, так скажем, в жизни, они как-то хотят себя позиционировать, самореализовать, самоутвердиться. И некоторые выбирают, всегда было во все времена не очень правильный путь или совсем неправильный путь, и хотят самоутвердиться вот через такой какой-то асоциальный прием, через какую-то угрозу, через какой-то эпатаж. Ну и не дай бог, если с психикой не все ладно, то кто-то и реально возьмет в руки оружие и кого-нибудь там прибьет. Но ведь не говорить-то об этом тоже нельзя, может быть, просто по-другому, а не так вот то, что вы слышите в автобусе каждый день? Я думаю, опять же, здесь надо доверять больше профессионалам, которые работают в подростковой среде, чтобы говорили об этом не столько сторонние структуры. Конечно, сейчас вот всех заобязали. К нам постоянно, например, в школу ездит прокуратура, выступают, ездят представители самых различных других силовых структур, выступают. Ну, это, конечно, может быть в определенном количестве и при определенных обстоятельствах полезно. Но все-таки надо больше доверять работникам образовательных организаций и давать им больше возможностей вот так неформально с детьми работать. Не понуждать их, не заставлять. Например, долго шел спор о том, должны ли там классные руководители отслеживать странички в социальных сетях у детей. Когда, знаете, идет нажимом, что вот обязаны это делать, возникает и чувство сопротивления. В том, что с какой стати вроде мы должны этим заниматься. Классный руководитель сегодня проблема в том, что труд его оплачивается незаслуженно плохо. Да, вот он там получает свою тысячу рублей, тысячу с небольшим за классное руководство. И, конечно, многие считают, ну что за эту тысячу с нас еще тут должны спрашивать. А если бы это была нормальная оплата труда, то любой нормальный классный руководитель, он выстраивает взаимоотношения с каждым ребенком в классе. Как правило, у них есть свои группы классные ВКонтакте. У них есть неформальное общение. И взрослый все равно видит изменения, которые происходят в поведении ребенка. И по картинкам, и по репостам. Он понимает, какие-то интересы новые появляются, новые компании, может быть, новые друзья. И если дать возможность педагогам заниматься этой работой, а не долбить их другими какими-то обязанностями бесконечными, то сосчитайте там статистику, такую-то табличку заполнить или другую, третью, четвертую. Дайте им нормально работать. Все будет постепенно нормализовываться. Да и сейчас есть. И сейчас классные руководители, хоть я так и сказал, что за тысячу рублей, да и за тысячу рублей многие работают, но это не оправдывает, эту тысячу рублей. Большинство работает и сейчас хорошо. Я вот, например, к своим классным руководителям к подавляющему большинству претензий не имею. Я вижу, что они очень много о детях знают. Они, если характеристику составляют, она довольно глубокая. И за рамками этой характеристики много моментов, каких-то таких привстречен, какой-то частной беседе они могут изложить, какие-то свои предложения, свои наблюдения, свои замечания и так далее. У нас сейчас перерыв, полминутки, и вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает директор средней школы поселка Вахруши Игорь Олин. Игорь Витальевич, мы с вами начали тему об этом инциденте в школе, в одной из школ Кировской области, как сообщается. Хочу вот еще один вопрос задать, о том, действительно ли это что-то реальное и опасное, или это раздутый пузырь, да? И почему этот пузырь раздулся? Вот на самом деле, смотрите, вот все, что известно, это вот эта вот фраза Владимира Макарова, и это некие комментарии, которые дал Владимир Шабардин. больше ничего правоохранительные органы нашего региона это не комментируют. Никто и ничего не комментирует. Вот дело, может быть, не в том, что все страшно, а в том, что просто информации нет. Вот, может быть, о таких случаях действительно надо громко говорить и по-честному. Или, может быть, наоборот, наши региональные службы в этом случае сработали лучше, потому что, когда с федеральной арены, да, человек, облеченный большими полномочиями, проговаривает, это как состоявшийся факт, а по делу получается, что парень вот просто что-то там сморозил, глупость какую-то, то они не стали раздувать и его подставлять, может быть, не привлекать дополнительное внимание, может быть, так можно объяснить эту позицию. Иногда людям, которые занимают высокие посты, тоже, может быть, не стоит какую-то еще не слишком ясную, еще не проверенную информацию вот так выносить и подхватывают, естественно, мы живем в таком информационном обществе, ее подхватили все практически, да, федеральные СМИ, и тут же это все разошлось. Ну, представьте, если бы все эти службы НТВ, Первого канала приехали бы в эту семью и стали бы их долбить, вот там вот генерал про вас сказал. А по сути это совсем не то, что имелось в виду. Ну, вот в том-то и дело, что разошлось все вот с такими фразами, там, предотвращена попытка массового убийства, но в итоге пояснений о том, что это было на самом деле не последовало. Значит, не было ничего. Никакого там не было, никакой подготовки массового убийства не было. Еще по этой теме один вопрос. После инцидента и не только после, а в принципе давно уже планируется история о создании межшкольной психологической службы в области и заговорили об увеличении штата школьных психологов. Вот, на ваш взгляд, это шаг необходимый в вашей школе, вот эта служба как работает? Разные мнения слышал по этому поводу. Я считаю, что, конечно, у нас сегодня недостаточно работают с детьми в неурочное время в силу того, что просто нет людей, которые бы могли этим заняться. У нас достаточно учлений предметников, которые многие нагружены или даже перегружены, большая у них нагрузка, но учитель-предметник, у него своя специфика работ. Он преподает свой предмет, он готовит детей к экзаменам, к ЕГЭ, ведет уроки. А вот так, чтобы говорить с детьми по душам, водить их в походы, ездить на какие-то экскурсии, общаться по вечерам на каких-то собраниях или, может быть, праздниках. Раньше всем этим занимались классные руководители. Еще раз вернусь к вопросу о том, что у нас незаслуженно этот институт сегодня оказался обделен после того, как были повышены оклады в целом педагическим работникам, что было, в принципе, конечно, правильно сделано, я поддерживаю это решение, но минус того решения, он объективно возник, так как фонды оплаты труда не выросли, стимулирующие выплаты уменьшились значительно, но уменьшились и за стаж, и за категорию и так далее, но особенно, конечно, страдает вот это направление воспитательной работы, потому что раньше за счет стимулирующих выплат поощрялась прежде всего воспитательная работа в школе. Сейчас и поощрить нечем практически, и когда появляются дополнительно какие-то люди, которые занимаются с детьми не на уроках, а вне уроков, это я всегда поддерживаю. Даже не о психологах может быть речь. Даже не о психологе, например, раньше были, конечно, руководители кружков, или их называли педагоги дополнительного образования. В последние годы ставки этих педагогов в дополнительных образованиях урезаны были многократно, потому что стандарт включил себя внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность идет сразу после уроков, и по факту она, в общем-то, мало чем отличается от уроков, разве что оценки там не ставят. А так вот уроки прошли, какое-то время прошло, и вот ты сходил на такое же занятие, мало чем отличимое от уроков. А вот действительно кружки, на которые добровольно шли дети, кто-то там занимался в мастерских, что-то мастерил, кто-то, ну, самые разные кружки не буду сейчас повторять, все знают. Ушли тоже, да, вот руководителей кружков стало очень мало в школах. Кто во время оптимизации пострадал в первую очередь? Те, кто уроки не вел, да, сокращались старшие, вожатые, педагоги, организаторы, эти уже психологи. Поэтому, конечно, появление дополнительного психолога, оно никак не ухудшит ситуацию в школе, улучшит будет, например, придет человек, будет работать 40 часов в неделю, будет общаться с детьми, будет проводить диагностики, беседы с родителями, беседы с учителями, тренинги. Конечно, это будет все на пользу. Я только могу это поддержать в решении. Пусть увеличивают, конечно, психологическую службу. Ну, вот еще к одному хочу перейти к случаю. В прошлый раз мы обсуждали с вами историю о том, как мать оставила двухлетнего ребенка на улице, еще одна мать оставила трехлетнюю девочку на неделю без воды и еды. И вот сегодня, буквально перед вашим приходом, новость от областного следственного управления. Женщина попыталась отравить уксусом своего 16-летнего сына-инвалида. Ну, то есть, она попыталась убить его. Ну, не знаю, видимо, от жизни такой. Экспертизой было установлено, что женщина нуждается в психологическом лечении, что она не совсем здорова. Вот, ребенок сейчас в детском доме. Вот, такие случаи это что? И на такие случаи нужны нам какие-то психологические службы? Или что это? Что это? Почему так происходит? Вроде бы уже много всех, кто работает с такими семьями, от этого все равно уйти невозможно. Государство никогда не сможет все проконтролировать и никогда не сможет все сделать для того, чтобы подобных случаев не было. Для этого должна быть другая общественная атмосфера. Опять же, буду приводить примеры, может быть, это советской эпохи, но тогда такие случаи были маловероятны в силу того, что люди просто внимательно относились друг к другу. Люди знали тех, кто жил с ним рядом на лестничной площадке. Люди общались во дворах. Они интересовались жизнью друг друга. Мы, конечно, потом смеялись, были общественные суды, товарищеские суды, были профсоюзы, которые назначали, например, ответственных за те или иные семьи. У меня мама работала в мескоме, как они называли, и она отвечала за некоторые семьи, которые в нашем селе считались неблагополучными. Она знала, где родители этих семей в настоящее время работают, как они себя ведут, она вела с ними беседы каким-то образом. Но вот это была, видите, другая эпоха. Как в новую, сейчас у нас выстраиваются новые отношения, и они больше все-таки имеют такой формальный характер, или именно какие-то структуры создаются, которые по долгу службы должны заниматься. Но, видите, система, она дает сбои, потому что сколько бы контролирующих органов не существовало, оказываются семьи вот в такой ситуации, которым, по большому счету, никому неинтересно, что ли, в жизни. Никто ими никогда не поинтересовался, что у них там происходит. Или даже если поинтересовались, то возможности вот этих контролирующих надзорных структур, они не слишком велики, чтобы как-то ситуацию исправить. Ну, а в итоге не происходит ли перекладывание ответственности? Ну, вот здесь, допустим, да, речь пока идет о матери, об ответственности матери, а вот эта вот история в Краснокамске, да, которую вы в своем блоге рассказывали, где за голодную смерть 14-летней девочки осудили завуча школы. Вот, ну, действительно, не перекладывается ли в итоге ответственность у нас? Ну, фактически за капитализм ответила вот этот завуч школы, за то, что при капитализме это возможно. Мы сталкиваемся со множеством подобных ситуаций. Например, на меня произвело большое впечатление встреча с мужчиной, который когда-то работал у нас в школе, потом ушел, где-то подрабатывал в Москве, потом там его обманули, он вернулся обратно, долго очень не мог найти работу, в течение года практически не мог найти работу, и я просто поняли, а на что ты живешь? Вот какие у тебя есть выплаты? Он одинокий. Ему выплачивал центр занятости тысячу рублей с чем-то там. И вот он жил на это тысячу рублей и много месяцев жил. И вот люди живут на это тысячу рублей. Кто виноват в этой ситуации? Он бы пошел, может быть, кого-то там, если бы обладал другим характером, что-то украл или совершил другое преступление? Кто был бы в этом виноват? Его бы потом посадили в тюрьму и там в этой системе стали бы его исправлять, как у нас говорится, в уголовно-исправительной системе. Отчего его исправлять? Что если он не имел работы, имел доход тысячу рублей? Точно такая же ситуация здесь. Семья, там мать, у которой просто не было денег. Которая несколько лет не работала. И, ну, не работала, да, вот работу не могла найти. Она не могла содержать замечательного, вот у нее дочь, отличница она там прочитала, отличница. Ну, а кто отвечает из-за этой школы, получается? И вино свалили именно на завуче, что она вовремя не сообщила в какие-то другие структуры, что ситуация в семье вот такая сложная. При этом событие само трагичное, оно происходит в середине июля. То есть, когда полтора месяца просто девочка в школу не может вообще на каникулах. Вот это меня больше всего возмутило, что в середине июля. Это, конечно, просто стрелочник, и это не придает, опять же, уверенности вообще всем людям, которые работают на своих местах, потому что на них могут свалить беды и обвинить в том, в чем на самом деле они не виноваты. Я посмотрел у них социальные сети вот в этом Краснокамске, просто люди же обсуждают в этих сетях, и анонимно. Я не увидел ни одного высказывания, это показательно, что вот этот человек виновен. Там у всех просто вопрос, ее-то за что? Но если такой вопрос возникает, а у следователей и судей, которые осудили этого вопроса, нет, возникает, опять же, странное ощущение, что мы в разных государствах живем. Все-таки правоохранительная система, она должна быть справедливой, и ее решения должны быть понятны обществу, и они должны поддерживаться обществом, хотя бы большинством, да, вот, все равно должно быть решение объяснено. Ну вот, виноват. Мы сейчас уйдем на рекламу и вернемся с другой темой. Это действительно программа «Особое мнение» ведет сегодня Мария Кожевникова, а напротив меня директор средней школы поселка Вахруша Игорь Олин. Игорь Витальевич, не так давно, на прошлой неделе было заседание ОЗС, и там депутат Ольга Сыкчин рассказала о том, что школу в Лузе за свой счет ремонтировали учителя, там крыша пробегала. Тему подняли в связи с выделением аэропорта победила в дополнительных 30 миллионов рублей, а всего в этом году 90 получается. И вот депутаты высказались по поводу того, что почему какую-то часть этих денег не отдать школам и детсадам, которые вот в таком плачевном состоянии находятся. Министр финансов Лариса Маковева пояснила, что в этом году эти деньги уже не успеть освоить просто в связи с многочисленными процедурами. Но в том году можно об этом подумать. А позднее нам в правительстве пояснили, что вообще на самом деле за ту же лузскую школу отвечает муниципалитет, а не область. нет в муниципалитете денег получается, проблема не решается, все расходимся. Вот как в этой ситуации вообще школам-то быть? У нас фактически не работает система местного самоуправления так, как она должна была бы работать в силу своей нищеты и бедности. Но эта проблема очень старая, обсуждается на всех уровнях, но у руководства страны не хватает или желания, или воли как-то эту ситуацию изменить. Чтобы мы решали вот эти проблемы на местах, чтобы наши школы, больницы, дома, культуры, библиотеки, дорожки и тому подобное, где мы живем, были в нормальном состоянии, удовлетворяющем нас, конечно, у органов местного самоуправления должны быть другие бюджеты. 30 миллионов это смешная сумма по поводу вот этого же аэропорта. На фоне того, что буквально в новостях на прошлой и позапрошлой неделе сообщалось о двух главах подмосковных районов, у которых сейчас требуют конфисковать в пользу государства имущество у каждого на сумму 9-10 миллиардов рублей. Это главы районов в Подмосковье, когда арестуют каких-то полковников с 9 миллиардами в комнате. То есть, когда такие гигантские средства у нас находятся в одном месте в Москве, и Москва как огромный пылесос высасывает эти деньги со всей страны, когда все головные офисы крупных компаний, когда все федеральные министерства там находятся, и это всегда так, они себя не обделят деньгами, основные ресурсы они распределяют, а нам достаются эти крохи, то вот мы и делим, и спорим друг с другом, и деремся друг с другом за эти крохи. Как бы их не распределили, останутся много недовольных, потому что их все равно не хватит. Ну, то есть, вот эту идею по поводу забрать 5 миллионов аэропорта в пользу школы вы считаете не особо эффективным. Я не знаю, тоже нужен, поэтому 30 миллионов проблему, во-первых, не решат. По одной моей школе нам нужно миллионов 8-10, чтобы привести ее в божеский вид и устранить предписание надзорных органов, которые есть. Ну да, 30 миллионов можно забрать какую-то проблему частную, опять же, решить, но системные проблемы они решаться не будут. Мы что-то отремонтируем, мы можем построить одну школу, вот построили замечательную школу в Кирове, как дворец, новая школа, да, замечательная школа, но при этом прошел год, два, остальные это ветхие школы не стали еще хуже, у них проблем только добавилось, то есть, количество создаваемых образовательных организаций, строящихся, их недостаточно, и мы сейчас, посмотрите, говорим, когда отчитываемся о том, что сделано, мы говорим о том, что, ну, там где-то водопровод провели, где-то унитаз новый поставили, где-то еще что-то, опять же, привожу в пример Советский Союз, потому что у нас есть чем сравнивать, но об этом разве стали бы говорить в Советском Союзе, там бы сказали, вот построили за год 100 школ, а у нас, а мы одну пока строим, в силу таких бюджетов, бюджет надо перераспределять прежде всего на уровне федерации, то есть, у нас же там треть бюджета вообще какая-то скрытая, непонятно, на какие расходы она идет, ну, может быть, на военные, нужно какие-то еще, спецслужбам и так далее. Надо принимать какие-то решения, которые должны ликвидировать вот эту страшную дифференциацию между 10% самых богатых, которые владеют 97% всех ресурсов в стране. это за 20 лет такая система, за 30 лет такая ситуация возникла. Если этого не будет делаться, мы всегда будем делить вот эти несколько ничтожных миллионов и заниматься мелочами. Ну, тогда, наверное, эту историю вы не поддержите, когда на заседании Гордумы, теперь не на ОЗС, а на Гордуме депутаты тоже предложили забрать немножечко денег у, ну, можно сказать, у горожан, наверное, то есть вынуть часть средств из той суммы, которая закладывается на оформление города к Новому году. Ну, 25 миллионов вроде бы много, а на эти деньги можно окна в детсадах вставить. Вот, на ваш взгляд, вот это вот. У нас система определения, она создана, существо, от худо-бедное. Надо понимать, что эти же горожане или у нас вот жители поселка Вахруши, они вкладывают очень большие ресурсы в бюджетное учреждение, где их дети занимаются и в детские сады, и в школы. Каждый год я сталкиваюсь с ситуацией, что они совершенно добровольно там принимают решения, приходят в кабинет, что-то там меняют. Ну, то есть они заслужили праздника к Новому году? Поэтому они, эти горожане голосуют за каких-то депутатов, да, за людей, которые становятся депутатами. Депутаты принимают решения. Если депутаты примут решение провести этот новогодний праздник, праздник тоже нужен и именно в таком виде. Им люди доверили принимать решение, они принимают. Какое бы они не приняли решение, значит, с ним надо будет согласиться. Так можно спорить, но пока, так скажем, убеждать депутатов в том или другом варианте. Если они примут решение на школы выделить, значит, давайте согласимся с этим решением. я тоже против не буду. Но это вот решают люди, которых наделили такими полномочиями. И давайте тогда уважать их полномочия. У нас четыре минуты остается. Хочу еще к одной теме резко перейти. Она не связана со школами, но она связана с вашим родным районом, в частности, с городом Словацким, где было принято, кстати, депутатами же решение о том, чтобы переименовать часть три улицы. Но вот с этим решением люди соглашаться не хотят, вышли даже на митинг. Ну, о вашем отношении мы знаем из вашего блога, оно не слишком позитивное тоже. Вот. И люди, не согласившись с решением, вышли на митинг. И после этого появилась информация о том, что им этот митинг просто не давали толком провести из-за того, что там работала мобильная поликлиника с электрогенератором, который шумел, в соседнем ДК был концерт. Вот это действительно так или это, может быть, выдумки какие-то никто никому не мешал? Очевидцы опровергают, конечно, вот эту позицию, она немножко преувеличена у Ротфронта. На митинг это не повлияло. И я склонен доверять все-таки этим очевидцам. Ну, а тогда вот эта вот фраза, которую вы сказали буквально несколько минут назад о том, что мы должны соглашаться с тем, что решают депутаты, в то же время и вы, и часть населения города не согласны вот с таким конкретным решением. да, и я в блоге писал, и была статья опубликована в Слободской газете. Я предупреждал о негативных последствиях этого решения. Я не являюсь ни сторонником переименования, ни противником. Пусть решают, я не житель Слободского. Но я понимал, исходя из полемики, которая возникла, что этим решением дело не ограничится. Как бы депутаты не проголосовали, это породит конфликт и породит проблемы, которых можно было избежать. Проявив мудрость, депутаты поспешили. На мой взгляд, они поспешили. Не та общественная сегодня атмосфера в городе, чтобы принимать такие решения. Когда пройдет время, не надо никогда торопиться. Решения, которые ведут к расколу некому. Да, это решение привело к расколу. Вот к этому митингу, к тому, что люди оскорбляют друг друга без конца, встречаясь очно или заочно в интернете. Ничего хорошего этого нет. То, что улицы будут называться по-другому. Екатерининская, Рождественская, Пушкина. Что от этого город выиграл, привлечет он туристов этими названиями, ничего он не привлечет. Не этим привлекаются туристы. Поэтому я считаю, что это поспешное решение. А вообще выходить на митинги против переименования улиц, в этом есть смысл? Или здесь, как вы говорите, речь-то уже не о переименовании улиц? Тут не смысл, тут эмоции. И люди, которые выходят на митинг, они просто таким образом показывают... Во-первых, они обижены, может быть, оскорблены, что к ним никто никак не прислушался. И просто, опять же, как у нас сейчас привыкли, силовыми методами, имея властные рычаги в руках, переламывают вот это мнение людей. Это, видимо, уже настолько раздражает общество, что некоторые не могут это сдерживать в себе. и хоть как-то они пытаются донести до власти имущих позицию в том, чтобы те проявляли к ним уважение. Этого уважения не чувствоваться, и отсюда вот эти все беды. У нас буквально одна минутка, но все-таки я хочу вернуться к теме школьной, к теме учителей. Вот не так давно появилась информация, что 30% учителей в Кировской области это пенсионеры, молодых специалистов до 35 лет 18%. Вот эта тенденция на ваш взгляд положительная или отрицательная для школы? Это хорошо или плохо? Что больше молодых учреждений становится? Что 30% пенсионеров в Кировской школе? Ну, эта ситуация уже много лет сейчас, мне кажется, чуть-чуть она стала улучшаться, во всяком случае, в городской местности. В селах там все сложнее, в городской местности чуть-чуть побольше стало молодых специалистов. Приток маленький, конечно, такой ручеек, но он идет, и некоторые задерживаются. То есть, она пока ситуация, она еще как бы тоже в стадии застоя такого находится. Она не позитивная, она требует решения, правильно я слышу? Требует дополнительных каких-то мер, чтобы молодежь все-таки пошла. Программа наша подходит к концу. Я все-таки хочу вас, Игорь Витальевич, коллектив ваш и всех учителей поздравить с наступающим Днем Учителя. Спасибо вам за эфир. Всего доброго и доброго дня нашим слушателям. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM